На данный момент, в принципе, нельзя говорить о рынке, не выслушав самую, в общем-то, главную сторону взаимодействия, это потребители. И сегодня я, в общем-то, хочу представить вам некую презентацию на тему изучения особенностей потребительского платежного поведения, чтобы дальше уже было действительно от чего отталкиваться и рассуждая о дальнейших инновациях и о том космосе, который ждет рынок платежный, безусловно, он его ждет, не забывать, что потребители немножко медленно передвигаются в плане принятия каких-то инновационных решений, каких-то маркетинговых схем. И им, безусловно, нужно давать время. Значит, вкратце, сначала о структуре, расскажу о методологии, про спрос на безналичные платежи в целом в разрезе по каналу платежей, текущий потенциальный спрос затронут от мобильных платежей и немножко поговорим о барьерах, что же, в общем-то, людям решает и, соответственно, как их преодолевать. Все результаты получены, практически все, на всероссийской репрезентативной выборке, это количественный по квартирный опрос, 3200 респондентов. Это вдвое превышает всероссийскую выборку, то есть ошибка под выборки достаточно маленькая. Собственно, с чего хочется начать? Как, в общем-то, мы уже давно, несколько лет подряд наблюдаем, предел роста рынка, вообще, в принципе, финансовых услуг, можно сказать, достигнут. То есть уже на протяжении нескольких лет доля пользователей вообще любых, в должных инструментах, и банковских, и небанковских, не меняется с практически 2012 года, сейчас она равняется 78%. И, как правило, это люди, которые в силу возраста не могут быть вовлечены в пользование финансовыми услугами. То есть это либо люди старше, я бы даже сказала, не 60, а 70 лет, либо это молодежь, которая еще просто не успела стать потребителем. К сожалению, вот такой вот активный рост, который мы наблюдали в 2000-е годы, так и не перерос в качество. То есть люди оформляют продукты, а люди имеют продукты, а люди не пользуются продуктом. Почему? Мы это объясняем тем, что, в общем-то, в России складывается такая пассивная модель, скажем так, пользования и имения продуктов, за счет того, что большинство финансовых продуктов, с которыми сталкивается большая часть потребителей, они носят пассивный характер. Если это страхование, то ОСАГО его оформляют, потому что надо. Если это финансовый продукт, то это зарплатная карта, и ее вообще, в общем-то, не оформляют, а ее просто получают на руки. Противовес, в общем-то, с моделем США, Европы и Азии, которые, в общем-то, прирастали, рынок финансовый прирастал, либо кредитными, либо директорными картами, либо вообще электронными мобильными сервисами. В общем-то, это проявилось и в поведении. Более половины населения России до сих пор никогда не пользовались безналичными средствами платежей. При том, что сейчас карточными только продуктами владеет больше половины россиян, это, в общем-то, печальная цифра. 90% по-прежнему ежедневно используют наличные. Как правило, безналичные оплачивают, уже эта тенденция не меняется уже очень много лет. В первую очередь, мобильную связь. На втором месте, это интернет-связь и кабельное телевидение, IP-телевидение. Ну, немножко сейчас потихоньку начали подрастать коммунальные платежи, стационарная телефонная связь. Но в основном это связано с тем, что сотовые операторы как-то связаны с стационарными и просто можно оплатить с мобильного телефона, например. Или с интернета очень легко точно так же стационарный телефон, как и мобильный. Самое, в общем-то, странное, ну, я так понимаю, для участников рынка, это то, что самая, в общем-то, логичная оплата, да, безналичные платежи, то есть это, например, при оплате, при покупке товаров через интернет, они практически не растут. То есть, может вырасти количество людей, которые покупают товары через интернет, но при этом доля тех, кто использует карты, электронные кошельки, мобильные сервисы, остаются неизменны уже много лет. В общем-то, логичный показатель это то, что в первую очередь, конечно, чаще всего безналичными инструментами пользуются Москва, Санкт-Петербург и крупные города. Да, но в этих же, в общем-то, городах самый высокий уровень удовлетворенности платежной инфраструктуры, то есть инфраструктура позволяет пользоваться платежными инструментами. 60% России в целом этим, в общем-то, удовлетворено. Однако, я сейчас секундочку пропущу, теперь, в общем-то, такой нелогичный цифр, даже не столько на наш взгляд, сколько на наш взгляд с точки зрения поставщиков платежных решений, это то, что до сих пор, обычно как рассуждают поставщики, что проще продвинуть, в общем-то, интернет-банк или мобильное решение, потому что мобильная связь есть везде, интернет-связь есть везде, зачем же ставить терминал, банкомат, строить отделение банка, если можно просто воспользоваться онлайн-сервисом каким-то или мобильным сервисом. На самом деле, это не так. Как вы видите, цифры удовлетворенности вот такими, как мы их называем, традиционными или переходными каналами с осуществлением противоплатежей, которые предполагают наличие человека или аппарата, то есть терминала или банкомата, гораздо выше, чем просто удовлетворенность интернета мобильной связью. Причем даже в Москве, вернусь, как вы видите, удовлетворенность прямыми там отделениями, ну, прямыми каналами, это балковские отделения там, или до дорогой точки выше, чем уровень удовлетворенности мобильной связью и интернет. Соответственно, для того, чтобы пользоваться каким-либо мобильным платежом или интернет-приложением или интернет-каналом, нужно в первую очередь повышать вот эти показатели. Соответственно, пока на данный момент, в общем-то, мы не наблюдаем тенденции к тому, чтобы они росли, и это один из главных барьеров роста мобильных платежей. Помимо такой вот, скажем так, особенности по типу населенного пункта, то еще хочется отметить региональную особенность. Мы всегда призываем наших клиентов, наших партнеров присматриваться к тому, что, в общем-то, такой идеи, что не стоит все продвигать, например, через Москву. И в первую очередь это касается и дистанционных сервисов, и каких-то инновационных продуктов. Москва, как вы видите, это вот, кстати, данные, полученные в ходе качественного исследования, вот единственный слайд у меня. И поэтому это реальные цитаты потребителей, и на наш взгляд такие наиболее яркие, которые они произносили в ходе глубинных интервью или фокус-групп. Мы наблюдаем четко выраженную тенденцию Москвы на такое, скажем так, капризное поведение, когда если что-то показалось некомфортным, с первого раза это отвергается. Продвинуть в Москве какой-то дистанционный сервис, на самом деле, гораздо сложнее, чем это сделать, например, на Дальнем Востоке, который в большей степени из-за близости к Азии, на наш взгляд, открыт вот именно к мобильным сервисам, к мобильным приложениям, к интернет-платежам. Также очень интересно, ну, в противоположность Дальнему Востоку, не столько из-за открытости, сколько из-за плохой инфраструктуры, к таким сервисам открыт Юг России, это Юг, Восточный округ, Помулчий и Северный Кавказ. Именно они из-за недостатка ТСП, сайтов, которые принимали бы банковские карты, предпочитают пользоваться мобильным платежем. Меньше всего, скажем так, ориентированные мобильные платежи, на нас в Санкт-Петербург и там в Северо-Западный федеральный округ, потому что мы заметили такую интересную тенденцию, там проседают практически все интернет-платежи по пользованию, и терминалы, в том числе и маккоматы, то есть люди в меньшей степени склонны ими пользоваться, и проявлять меньшую лояльность. Мы объясняем это тем, что там очень высокий показатель пользования зарплатными картами. То есть здесь карты выступают самым главным конкурентом других сервисов, и поэтому начинать, например, что-то с Санкт-Петербурга, мы тоже никогда не рекомендуем. Можно обратиться к другим якорным регионам и идти туда. Несколько слов, собственно, о осведомленности, потому что это второй фактор, который оказывает влияние на пользование различными сервисами. Как мы видим, выше всего осведомленность именно о прямых каналах, то есть те, которые предполагают наличие другого человека, сотрудника банка, почты или торговой точки. В общем-то, о мобильных платежах знает достаточно много людей. Но вот я сейчас покажу следующий график. Здесь они тоже отдельно выделены. Как мы видим, коэффициент, так называемый коэффициент конверсии, то есть когда доля знающих переходит в долю пользователей, в четыре раза меньше, чем у, например, того же банкомата, терминала и даже интернет-банка. То же самое касается и электронных платежных средств. Собственно, опять же, чем это объясняется, я вам скажу чуть-чуть позже. Ну, в общем-то, в первую очередь, хотелось бы отметить такой главный барьер – это надежность. У нас население очень ориентировано на надежность платежных средств, причем, как правило, они не очень понимают, как ее измерять. То есть банк или отделение банка или терминал представляется более надежным, просто потому что его можно пощупать, с него можно получить чек. Как обеспечивается безопасность платежей через мобильные сервисы или через интернет-канал, там, электронные платежные средства. Как правило, люди не знают, отсюда растет недоверие. То есть здесь, в общем-то, такой некий потенциал роста рынка, мы отобразили. 70% на данный момент не пользуются и не планируют пользоваться мобильными платежами, планируют начать почти 13%. Но не факт, что на самом деле, что они это сделают. Это декларируемое, в общем-то, намерение. По нашему опыту где-то порядка, в лучшем случае, половины действительно когда-нибудь попробуют. От, в общем-то, попробовавших один раз перейдут к регулярному пользованию еще где-то одна треть. То есть фактически, ну, 2-3% в будущем воспользуются мобильными платежами. В первую очередь, чем люди пользуются, это смс-платежи. Одна пятая имеет опыт пользования платежами через мобильные приложения. И на третьем месте это так называемый USSD-банкинг по коротким смс. В общем-то, все те же вещи оплачивают люди через мобильные средства. Это мобильная связь, интернет. И здесь также выходит на третье место P2P-переводы. Опять же, помимо надежности, есть еще, в общем-то, такое понятие, как привлекательность платежного средства. Это его удобство и его, ну, так называемое юзабилити. Да, то есть приятность в использовании, комфортность. Здесь мы видим, что, в общем-то, опять же, прямые, несмотря на то, что они не всегда удобны, прямые каналы платежей выглядят более понятными, из-за этого более простыми и более юзер-френдли, что называется, да, дружелюбными пользователям. Также у нас, в общем-то, наши потребители очень склонны перекладывать ответственность на кого-то. Они это любят. И это, в общем-то, дает им возможность себя обезопасить от собственных ошибок. Когда человек совершает платеж через интернет или через электронный кошелек, он боится ошибиться. Если ошибся не он, а сотрудник банка или платежный терминал, всегда можно кого-то обвинить и, вроде как, снять с себя ответственность. В случае использования электронного платежного средства винить он может только себя. И здесь мы постоянно повторяем, в общем-то, как я уже сказал, нашим партнерам и клиентам, что нужен какой-то механизм исправления ошибок. Потребители в этом нуждаются или какая-то горячая линия, которая позволит им повысить, в общем-то, уровень доверия к мобильным платежам и электронным платежным средствам. Ну, здесь просто вот отдельный график. То есть мы видим, что, в общем-то, очень сильные дистанционные сервисы проигрывают прямым и переходным. Конечно, с возрастом, в общем-то, эта тенденция меняется, но нас, как правило, вот ожидают, что сейчас придет поколение от 18 до 25 или до 20 лет, которые возьмут и начнут пользоваться дистанционными сервисами в большом количестве, потому что они молодые, новоценные. Ничего подобного. То есть примерно, вот как вы видите, на одном уровне находится намерение воспользоваться вот такими дистанционными сервисами в возрасте от 18 до 44 лет. То есть разница, вот эта вот граница, она уже проведена, и она проведена по такой старшей возрастной группе. Ну, я не буду затрагивать, конечно, категорию там 60+. Как я уже, в общем-то, сегодня не раз сказала, основные барьеры к мобильным и вообще безналичным платежам носят такой психологический характер. То есть либо это привычка, да, когда человек привык пользоваться каким-то средством, либо это страх, как я уже говорила, совершить ошибку и непонимание, в общем-то, того, как это сделать. То есть вот как мы видим, конкретно мы разделили мобильные платежи, там электронные платежные средства и банковские карты, как видно, в общем-то, основная проблема – это, ну, как я уже сказала, отсутствие привычки, отсутствие доверия и, в общем-то, проблема осведомленности. То есть чем больше об этом людям рассказывать, и о том, как это просто, тем больше этим будут пользоваться. То есть, вот, кстати, для мобильных устройств, да, для мобильных платежей проблема понимания, да, не знаю, как отключить, там, мобильные приложения, юссбанкинг, или использовать смс-платежи, она наиболее актуальна. В общем-то, наверное… А, еще последний, в общем-то, слайд – это интернет-покупки и спрос на безналичные инструменты. Тоже такой потенциал развития. Как мы видим, в общем-то, у нас, конечно, растет доля пользователей, там, банковских карт, но также растет и доля пользователей наличных средств. Я просто уже об этом говорила. Ну, вместе, в общем-то, растет вместе, грубо говоря, с рынком, то есть доля пользователей интернет-магазинов. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! СARY ПО-КОСУЩЕНИМАМА! КОНЕЦ! 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 Продолжение следует...